Дисклеймер! В этом выпуске есть разлетающиеся на части гигантские черви, может быть немножечко спойлеров. Выключайте это видео, если и так видите это за окном каждый день. Катананан... Не-не-не-не-не-не, стоп. Нам очень понравилась ваша активность под видео про ФНАФ. Ииии... В этом выпуске... ПАУ! Стадии развития гробойдов, огромных монстров, червей серии фильмов «Дрожь земли» и их жизненный цикл. ПАУ! И разбавим это самыми интересными и крутыми фактами про обычных червей. Реально, даже ученые от этих открытий были в шоке. А также голосовалашки, опросики и... Английские от Салима! Нажимайте на подпис marche и колоколы, и можно начинать заставку. ПАУ! Эх, гробойда, катанцы, которые не смотрели этот фильм, я вам завидую. то я очень бы сейчас хотел оказаться на вашем месте, чтобы забыть и ещё раз пересмотреть эту замечательную серию фильмов. Хотя бы вот этот момент. Не поленитесь проголосовать вот тут. Смотрели ли вы фильмы? Грабойды. От английского грэб. Хватай. Английский от Салима. Это огромные черви, вымышленные, обитающие под землёй, прототипами которых, возможно, послужил Олгой Хорхой. Олгой Хорхой. Вот этот. Существо из бескрайних пустынь Монголии, нападающие на крупный скот и людей. Теперь давайте сразу всё по полочкам. За свою жизнь Грабойд проходит несколько стадий развития. Вот они. Яйцо. Детёныш, так называемый земляной дракон. Взрослый Грабойд. Шрайкер и Асбластер. Пау! Яйцо Грабойда серого цвета, примерно 40 сантиметров в длину. По всей видимости, такие яйца могут лежать в земле неограниченное количество времени, пока не наступят благоприятные условия. Именно в благоприятных условиях из яйца и вылупляется земляной дракон. Земляной дракон. Молодой Грабой. До полутора метров в длину. На боках роговые отростки, которые впоследствии станут шипами. Как и взрослые Грабойды. Драконы слепенькие и ориентируются на звук. В связи с маленькими размерами могут выпрыгнуть из-под земли на той высоте неição. Что я вообще нею? В связи с маленькими размерами могут выпрыгнуть из-под земли на высоту на втором 2 метров и напрыгнуть на втором 2 метр. в длину при массе около 20 тонн. А самые большие черви на планете это живущие в Австралии на холмах Гипсленда, они могут достигать до 4 метров в длину. Ну, считай половина гробоида. Кстати, гробоиды также обитают над землёй и лишены глаз. Голова же представляет собой чёрный массивный клюв с 4-мя челюстями, ну вот как на этой картинке. Верхняя большая и снизу 3 поменьше. Тело монстра покрыто подвижными шипами, благодаря которым он и перемещается под землёй. Основным органом чувств гробоидов являются расположенные по всему телу рецепторы, чувствительные к вибрациям. Гробоид слышит звук, направляется к его источнику и затем либо выползает, чтобы схватить жертву, либо затягивает её под землю. Интересно, что гробоид способен даже улавливать колебания, вызываемые движением воздуха, ну типа там радио, например, рации или работающий двигатель автомобиля. Соответственно, живую жертву он проглатывает, а различные предметы может просто выплюнуть через какое-то время, покрышки там, всякие штуки. А ещё, скорее всего, эти чуваки способны обучаться. Так в одном из фильмов взрослый гробоид выплюнул бомбу, когда его предшественник проглотил её и взорвался. В конце своего жизненного цикла взрослый гробоид выползает на землю и становится неактивным. После этого из тела выходят три шракера и частично поедают останки. Кстати, ленточный череп при недостатке еды может съесть до 95% своего тела и останется жив. Шракер Третья стадия жизненного цикла гробоидов метр в высоту и передвигаются на двух ногах с тремя пальчиками. У этих господ отсутствуют органы слуха и зрения, но имеется тепловой сенсор. Животные видят тепло, теплоковных существ, дважь в чашку чая. При обнаружении жертвы шракер зовёт на помощь своих сородичей, ну и всё. Нападают, типа. Чай осторожней там давайте. Насытившийся шрайкеры изрыгает кокон, внутри которого уже находится еще один сформировавшиеся ши… ну вы поняли. АААА, сблагтер. Четвёртое! И конечная фаза жизненного цикла гробоида появляется из шракера, сбросившего кожу. Внешне очень напоминают шракеров, но более круглых размеров. По бокам его тела имеются кожистые перепонки, как у летучих ящериц. А в задней части туловища ещё находятся железы, выделяющие белую жидкость, которое воспламеняется при контакте с воздухом. Именно поэтому Art Blaster способен взлетать на большую высоту и планировать над землёй с помощью перепончатых вот этих штук. Также имеют тепловой сенсор. А ты с Алим знаешь, какие из настоящих червей могут регенерировать, если разрезать исходную осадь на части? Рассказываю. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует и сможет дать потомство только первая половина, где изначально была голова, а вторая неминуемо погибнет. А вот плоские черви семейства планарий действительно способны к неограниченному восстановлению тканей, внутренних органов и даже мозга. Из очень маленькой своей части превращается в полноценную особь. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков, и все они регенерировали. Поэтому некоторые учёные считают планарию бессмертным животным. Так-то. Истинное происхождение гробоидов авторы намеренно не стали развивать, дабы избежать традиционных клише для подобных фильмов. Но это и круто! Так, создатели дали фанатам серии фильмов и просто любителям научной фан...та...ти...ки...что? Потом, потом. Иди, да не мешай пока. Поразли...пра-ля! Поразмыслить самим и построить различные порой невероятные и очень интересные теории. У вас есть теории происхождения гробоидов? Тудаик. Эти животные могут быть результатом радиоактивных мутаций, пришельцами из открытого космоса и даже доисторическими существами, дожившими до наших дней, пребывая в спячке под землёй и дожидаясь благоприятных условий. Эндрю Мерлис в третьей части франшизы находит скорлупу яйца гробоиды, оценивая её возраст в 300 лет. А если гробоиды появились на Земле в доисторическую эпоху, то, не имея никакой добычи для питания, в докембрийский период они, вероятно, вымерли, успев отложить яйца, дошедшие, долежавшие до наших дней. Прошу и вас поразмыслить на тему того, откуда появились гробоиды. Да, катанцы, окей, это, конечно, вымысленные животные и всё такое, но способность и желание фантазировать и думать, это всегда очень здорово и полезно. Вот голосовалочка, ваша любимая стадия гробоида, ну, мнение и ответы вот сюда. Не забывайте делиться видео с друзьями, нажимать на подписыча и вот этого колоколыча, так как мы публикуем видео регулярно и оставлять комментарии там. С вами были Салем и Семён, всем пока!